Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа – это самое могущественное имя, на которое можно уповать, как написано, что имя Господня, как крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Аллилуйя! Так что сегодня для нас крепкая башня? Что? Иисус. Пусть так и будет. И прежде чем я буду говорить слово, я хотел бы кому-то сказать сейчас, кому-то это надо услышать, о настойчивости. Когда вы молитесь, о чем-то и просите, будьте настойчивы. И бывает так, что мы бы получили, если бы мы молились дальше, если бы мы верили, если бы мы провозглашали, но так как мы остановились, мы начали правильно, а закончили неправильно. Вот нам нужна настойчивость. Если мы верим, что это воля Божья для нас, то мы не должны сомневаться, потому что каждый раз, когда мы молимся по воле Божьей, обязательно враг будет посылать нам сомнения. Если молишься не по воле Божьей, враг будет спокоен, если это твое, твое желание. Но если мы точно знаем, что Бог хочет нас в этом благословить, есть подтверждение в Писании, есть обетование, и мы не имеем вот этой настойчивости, то мы теряем то благословение, которое принадлежало уже нам. И поэтому нам нужна настойчивость, потому что враг будет мешать. Он попытается это сделать, но если ты останешься настойчивым в своих прошениях, в своих молитвах, в своих провозглашениях, то ты получишь обязательно то, о чем молишься. Аминь. Тема проповеди. Уверенность в невидимом. Писание говорит, что, Бытие 1.1, вначале сотворил Бог небо и землю. Бог не сотворил землю, то есть физическое, а потом духовное. Так как Бог есть дух, Он сотворил духовное и потом физическое. Мы видим, что здесь нет путаницы, здесь есть последовательность. Здесь говорится, что небо – это первое, и земля – это второе. Небо, то есть духовное, невидимое. Кто сегодня видит небо? Кто сегодня реально видит небо? Реально, физическими глазами, вы видите все, что на небе происходит. Вы не видите это. Поэтому для нас это и есть невидимое, но мы можем быть уверенными в этом, если мы будем иметь духовные глаза. Потому что невидимое невидимо только для физических глаз. Но духовными глазами можно видеть невидимое. Евреям 11.1 говорится, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Проблема многих в том, что они не уверены. Может быть да, может быть нет. Может быть хочет Господь, может быть не хочет. И вот из-за этого есть проблемы. Из-за того, что нет уверенности. А когда нет уверенности, представьте, если человек на машине едет неуверенно. Он будет создавать проблемы на дороге. Представьте, при выборе жизни он что-то выбирает и он не уверен. Ему надо это или не надо. Он хочет это или не хочет. Он хочет здесь работать. Он хочет там, она хочет ли замуж там или не хочет. Есть уверенность в невидимом и есть и осуществление. Нет уверенности, нет и действий. А осуществление это действие. То есть, что такое вера? Автор книги говорит, вера есть осуществление ожидаемого. Осуществление ожидаемого. Ты делаешь действия, то, чего ты ожидаешь получить. Ты ожидаешь и ты действуешь. Ты ожидаешь, что придет твой автобус. И что ты делаешь? Идешь на остановку на свою и ждешь. Ты ожидаешь автобус. Потому что ты посмотрел в расписание, увидел. Восток это, восток это придет автобус. Скажите, это все невидимое. Все, что ты посмотрел, это все невидимое. Автобус, дороги, все, расписание. Но ты поверил в словам, которые написаны в расписании. И ты рассчитал свой путь, вышел на улицу. Это все ты делаешь. Ты не можешь предвидеть это наперед, как это будет именно. Но ты просто следуешь инструкциям. Восток это придет мой автобус. Значит, мне надо выйти. И ты уверенно выходишь. Ты доверяешь расписанию. И Хари вовремя подъезжает. И забирает. Так и по Библии. Вот твое расписание, это Библия. Она тебе говорит, ты же не можешь все наперед увидеть. Ты должен доверять тому, что написано. Тем более, то, что тебе открыто, это говорит о том, что Бог тебе дает зеленый свет в этом. Он тебе разрешает в этом двигаться. То, что тебе закрыто. То, что тебе сложно. Ты не можешь верить в это. Тебе как бы нету туда доступа на данный момент. Но то, что тебе открыто, это говорит о том, что зеленый свет, двигайся. Открывай свою дверь. Выходи из дома. И действуй. Едь на автобусе. Едь куда тебе надо. Говорят, что большое путешествие, увлекающее, интересное путешествие, начинается с маленького шага за порог. Ты можешь что угодно надумать, как бы ты мог отдохнуть. Пока ты не сделаешь шаг за порог своей двери, то оно и не начнется. Тебе нечего будет вспомнить. Так и здесь. Вера есть осуществление действия, ожидаемого действия. И уверенность в невидимом. И речь и будет сегодня о невидимом. Невидимое это наше будущее. И это также наше настоящее. Жизнь христианина, она плотно связана с невидимым. Плотно. И я скажу, что в этой сфере, в этой области самые большие провалы у христиан. Самые большие трудности, самые большие проблемы, самые большие поражения именно в области невидимого. То, что не понимает мозг. То, что не понимает разум. То, где не работает IQ, не хватает твоего IQ. Там проблемы. Там нужно просто доверять этому. Там нужно доверять, и говорит Бог, ступай. Ступай, там все твердое, а ты боишься, а там ты не видишь. Там как бездна, тьма, темнота. И ты боишься сделать шаг. Ты боишься. Но тебе Бог говорит, ступай, там твердое. Нет, я не вижу, мои глаза не видят. Бог сказал Петру, иди. Ну как идти, если там вода? А если тебе Бог сказал, значит там уже не вода. Там асфальтированная вода. Там заасфальтировали воду. Ты наступишь и не провалишься. И когда ты одной ногой будешь там, а одной в лодке, твоя нога почувствует твердь. Но за этим еще последует твоя вторая нога. Вторую ногу надо вытащить из лодки. И начать идти. И ты будешь видеть, как ноги не проваливаются. И ты будешь видеть этот радостный момент, как ты все ближе, ближе, ближе. Приближаешься к Иисусу. И ты будешь недоумевать. Так радость больше от чего? От того, что я иду по воде или от того, что я иду к Иисусу? То, что я сейчас с Ним встречусь, я с Ним увижу. Это смысл моей жизни. Это моя цель. И ты уже забудешь, что ты идешь по воде. Тебе будет фокус. В твоем духовном зрении это будет Иисус. Слава Господу за то, что Он дает нам духовные глаза. И физический мир, Он виден физическими глазами. А духовный мир виден духовными глазами. Поэтому сегодня христианство, оно похоже на Вартимея, которая сидит на обочине. Вот почему сегодня так много разочарованы христиан. Потому что они приходят в церковь, а эта церковь на обочине. Она может радоваться на обочине. Знаете, что Вартимей жил на обочине. Он же не умер на обочине. Он такой, сел на обочину и умер. Нет. Он жил. У него свои порядки были. График свой был. Когда просить. Когда есть. Паузы. Обед. Все. Там такое было небольшое движение. Но его жизнь была, как сломанная машина. Поэтому наша задача сегодня кричать Господу. О чем? О том, чтобы Он открыл наши глаза на невидимый мир. Это наше будущее. Невидимый мир. Посмотрите на все видимое, что у вас есть. Просто вот возьмите и посмотрите. На себя. На руки. Внимательно, внимательно посмотрите. На все, что вы имеете. Все, что вас окружает. Все, что вы увидите по телевизору. Все, что вы не обхватите вот так вот воочию. Вы можете по телевизору увидеть. Все это исчезнет. Просто представьте себе. Все. Ваше тело вот это исчезнет. Все. Вы исчезнете. Все, что вы видите. Все физическое временно. Второе Коринфянам 4.18. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно. А невидимое вечно. Невидимое вечно. Итак. Для нас, для людей, в нашем подсознании, видимое вечно. Все, что мы видим, мы считаем, все так и будет. Все так и будет. Нет. Это изменится. Все так не будет. Точно. Все исчезнет. Все исчезнет. И будет невидимое. То, что сейчас для нас невидимо. Это не означает, что это прозрачное. Это настоящее. Но это духовное. Это лучшее. Это качественное. Итак, дорогие друзья, если вы любите качественные вещи, они все там, в невидимом. Там Бог, там город, который Он строит, город, которого художник и строитель Бог. Хотите в таком доме жить? Вам надо жить святой жизнью. Вам надо верить в Иисуса. Вам нужно принять свое спасение и посвятить свою жизнь Ему. И еще. Вам не просто надо читать Библию. Вам нужно жить по Библии. Читать Библию. Многие читают Библию. А живут они другой жизнью. Двойная жизнь. У большинства, наверное, христиан сегодня двойная жизнь. Они читают, но живут по-своему. По своим каким-то законам. По привычкам своим. Но как сложно бывает начать жить по Слову Божьему. Так как заповедовал Господь. А именно для таких Он приготовил город. Не для двух личных христиан. Но для тех христиан, кто похож на Него. На Него. Он хочет в нас увидеть похожесть. Отображение свое. Итак. Задача дьявола. Это самый первый враг человека. Это дьявол. Он именно вмешался в счастье Бога и человека. Он ползал там в саду. И он совратил человека. И увел человека от Бога. У него это удалось. Кто-то думает. Я настолько сильный христианин. Что дьявол меня никогда не опутает. Никогда меня не уведет. Не знаешь. Доверяй Богу. Живи с Богом. Противостой ему твердой верой. Но если ты живешь налегке. Если ты самонадеян. Ты не надеешься на Бога. Ты на себя надеешься. То знай. Что ты попадешь обязательно в обольщение. Итак. Задача дьявола. Увлечь наше внимание от невидимого. От вечного. И сосредоточить на видимом. На временном. На зарабатывании денег. Ау. А деньги зачем? Чтобы материальное приобрести. Да нам по сути-то деньги. Как деньги. Как бумаги не нужны. Нам они нужны только для того. Чтобы приобретать. 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 И все тебе мало. И все тебе хочется чего-то еще. У человека. Проблема с невидимым. И нам это нужно признать. Церквям нужно признать. Служителям нужно признать. Простым верующим нужно признать. И неверующим надо признать. Многим верующим. Которые. Верят. В статуи. В изображения. Нужно признать. Это проблема. У них проблема. С невидимым. И они делают видимое. И поклоняются видимым. А когда ты ему говоришь. Ты это делаешь грех. Он говорит. Я нет. Я не этому поклоняюсь. Я как бы Богу обращаюсь. Нет. Ты поклоняешься идолу. Ты себя не обманывай. Пожалуйста. Если уж ты не ценишь себя. Я буду тебя ценить. Я тебе буду говорить правду. Что ты поклоняешься идолу. Почему? Ну у человека проблемы с невидимым. Вышли евреи из Египта. Бог невидимой рукой вывел их. Невидимый Бог вывел их. Он говорил с Моисеем. И он вывел. И когда Моисей ушел на гору. Они говорят. Аарону сделай нам Бога. Сделай нам Бога. То есть проблемы. У них была ярко выраженная проблема с невидимым. Они хотели видимое. И мы люди. Мы тоже хотим видимое. Видимые результаты. Видимый успех мы хотим. Мы хотим все видимое. Видимое. А что если невидимое? О, это проблема. Мы это не хотим. Поэтому мы хотим все и сразу. Чтобы физически наши глаза видели. И они сделали себе Бога. Быка. Ну как вы думаете? Вот бык. Бык. Мы все видели корову. Быка. И Бог. Что общего? Как вы думаете? Вот вы телезрители. Вы напишите потом свои ответы. Как вы думаете? Это одно и то же. Вот бык и Бог. Или это все-таки разные понимания. Разные хотя бы изображения. Когда Бог говорил. И давал закон народу израильскому. Он говорил, помни, что ты слышал слова, но не видел никакого изображения. И Бог четко говорил, строго говорил. Никакого изображения делать нельзя. Никакого. И поклоняться им. Не видя женщины. Не видя мужчины. Сколько сегодня в религиях женщине и мужчине поклоняются. И деве Марии поклоняются. И даже видимому Иисусу поклоняются. А он совсем не так выглядит. Иисусу надо поклоняться. Но не тому, которого на фотографии. Которого нарисовали. Еще неизвестно, какой человек это рисовал. Это все дьявол. Он делает человека. Он тянет туда. И он дает человеку такое желание. Я хочу все видеть. Я хочу все знать. Я хочу все видеть. А для того, чтобы тебе быть уверенным в невидимом, тебе нужна вера. А вера приходит от Бога. И так, если тебе Бог ничего не говорит, у тебя никогда не будет веры в Бога. Запомни это. Ты можешь ходить в церковь. Ты можешь читать Библию. Ты можешь молиться. И это не факт, что ты имеешь веру. А без веры угодить Богу невозможно. Невозможно. И получить от Него ничего невозможно без веры. Так где же взять веру? Как быть уверенным в невидимом? Как? Надо слышать слова Божьи. А это же невидимый мир. Мы же верим в невидимого Бога. Он невидим. Он для большинства глаз невидим. Иисус, Он является образом Бога. Он принес нам Бога. Он принес и открыл нам, какой Бог. Но даже после Своего воскресения Иисус был изменен. Его внешность было не узнать. А когда Он был вознесен на небеса и явился в видении Иоанну, Иоанн вообще не узнал. Он вообще не узнал. Он упал как мертвый. Итак, если наши жалкие понимания, мы видим, мы делаем заключение и потом строим на этом всю нашу жизнь, то мы будем несчастными и разбитыми, неудачными. У человека проблемы с невидимым. Чтобы эти проблемы решить, тебе нужно их осознать. Это первое. Тебе нужно осознать, что тебе трудно верить в Бога. Тебе трудно. Потому что ты его не слышишь. А почему ты его не слышишь? Потому что дьявол создал множество помех. Он максимально трудится в этом направлении. Если вы думаете, что дьявол ничего не делает, и он бездельник, сидит, развалившись, и сидит, и просто там что-то делает, пузо чешет, то это не так. Он очень сильно занят, очень сильно разработками, новыми разработками, новыми хай-теками, май-теками. Для того, чтобы, создавая новые побрякушки, увлекать тебя от невидимого мира. Все дальше и дальше. Вот почему, когда люди, даже сегодня верующие, захотят помолиться, уединиться с Богом, они не могут. У них телефон. У них телефон не из рук, у них это продолжение руки. Это орган. Они постоянно туда смотрят, туда, в тот мир. А для чего это все сделано? Чтобы, когда ты начнешь молиться, чтобы тебе это было скучно. Ты такой закрываешь глаза, и не знаешь, о чем же молиться. Попросил за это, попросил за то. И все, и дальше что? А что мне дальше с Богом разговаривать? Послушай, вот это твое жалкое состояние, это достигнутый результат дьявола в твоей жизни. И ты не хочешь это признать. Ты просто говоришь, ну это я просто такой человек. Вот все понимают, я не понимаю. Нет, дьявол поработал в твоем разуме. Он сделал то, и он с каждым отдельно работает. Он делает так, чтобы тебя побрякушками этого мира отвлекать, 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 чтобы ты не увидел духовный мир, чтобы ты был занят другими делами. И когда ты занят другими делами, у тебя нету просто времени на этого, чтобы концентрироваться на Боге, получать откровения. Это же надо жертвовать. Это же надо от чего-то отказываться. Дьявол осознает, что произойдет, если дети Божьи начнут утверждаться в невидимом. Послушайте сюда. Утверждаться в невидимом. Не просто будут видеть, а утверждаться все тверже и тверже. Они будут полностью полагаться на невидимое. Что с ними произойдет? Они начнут осуществлять это на земле. Вот почему боится дьявол. Если вы хотите свежего откровения, это откровение для вас. Дьявол боится. Даже сейчас, когда я говорю это, я знаю сто процентов, что это Божье Слово, что это Божье Послание. Сто процентов. Если все дети Божьи начнут видеть славу Божью и утверждаться в невидимом, потому что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Если ты не уверен в невидимом, ты ничего не будешь осуществлять. И так как ты ничего не осуществляешь, это говорит доказательство того, что ты не утвержден в невидимом. Ты не утвержден. Ты не основываешься на невидимом. Итак, дьявол осознает, что произойдет, если дети Божьи начнут утверждаться в невидимом. Поэтому и создает новые побрякушки. И это его отвлекающий маневр. Это его подход к тебе. Дать тебе побрякушку, чтобы ты не шагнул куда-то. Вот смотрите, я приведу вам простой пример. Мы все сейчас поймем, о чем речь. Вот ребенок, например, ударился, или что-нибудь он там, что-то у него не получилось, маленький там, и мы сразу берем игрушку в руку и показываем. Или начинаем о чем-то говорить, говорить быстрее, чтобы он переключился. Мы его переключаем с боли, с чего-то такого, знаете, с неудачи какой-то. Мы его переключаем на другое. Начинаем какую-то историю рассказывать. И хоп, он замолчал, уже не плачет. Хоп, он слушает твою историю. Он бы как бы хочет плакать, не может, потому что интересная история. Или побрякушку, что-то трясем там, мишка каким-нибудь трясем, и показываем ему, чтобы его отвлечь, отвлечь, отвлечь. И значит, что ребенок смотрит, действительно перестает плакать. И так тебе дьявол сегодня создает тебе новые, новые, дает тебе побрякушки, игрушки только для того, чтобы ты не увидел невидимого Бога, чтобы ты жил жизнью подобно в Арте имею. Только тот был слеп физически, а ты можешь быть слеп духовно. И все, если ты слеп, ты нефункционален. Ты не будешь никак функционировать. Как бы ты не хотел, как бы ты не надрывался, как бы ты не просил, как бы ты не настаивал, в какие бы ты школы не пошел, на какие бы конференции, из какой бы церкви, в какую бы ты не перешел, у тебя будет один и тот же результат. Ты слепой. Брат и сестра, ты слепой. Тебе никто этого не скажет. Я тебе скажу. Ты слепой. Я тебе верю, что это не я просто тебе говорю, а Бог тебе говорит. Просто ты должен это осознать. Вы знаете, иногда люди имеют это, сами они осознают, пока им не скажут об этом. Или пока тебе зеркало не расскажет, или весы твои не расскажут. Уж они-то тебе не будут льстить. Это тебе комплимент сделают там в церкви или в обществе где-то. Ой, как ты хорошо выглядишь. Зеркало тебе скажет правду. И весы тоже тебе скажут правду. Все это делается для того, чтобы было человеку трудно, трудно сосредоточиться на невидимом Боге и его слове. Чтобы вы, открыв Писание, вы не можете сосредоточиться. У вас шум, у вас дела, у вас все, вы не можете, у вас какие-то мысли крутятся, фильмы, передачи, все, все, какие-то политики, погоды, все смешалось. У вас настолько такая пурга, и вы говорите, это так трудно, это так досадно, это так никак. Пойду я получше чай попью. Понимаете? И вот так у тебя изо дня, из раза в раз. Ты думаешь, да, я лучше буду простым христианином. Ты не можешь быть простым христианином. Слушай, Слово Божье тебя уже родило свыше. Ты призван, тебе нужно двигаться вперед. Иначе дьявол тебя где-то настолько собьет с ног, что ты-то не знаешь. Послушайте, когда на медведя ставится ловушка, знает ли он об этом? Он идет уверенно по лесу, бабаться лапой его в этих, в железных челюстях. Он дергает ногу, и никак. Так многие верующие живут. А я как-нибудь. Мы верим в невидимого Бога. Мы доверили Ему своей жизни. Поэтому нам необходимо познавать Его. Когда вы молились в молитве покаяния, вы не видели Бога. Когда вы продолжаете молиться, вы Его по-прежнему не видите физически. Может быть, кто-то, исключение, заходил Иисус там и так далее. Большинство людей, большинство, как мы призваны жить? Мы призваны жить верою, а у веры конкретные глаза есть. И вот это Бог сегодня хочет видеть в своей церкви, среди своего народа, среди своих детей, чтобы дети видели духовный мир, были уверены в невидимом. Когда они что-то говорят, когда они что-то уйдут, чтобы они были точно уверены, что невидимое за ними стоит. Поэтому многие, многие разочарованы, потому что что-то говорили, что-то заявляли, и это не произошло. И они разочаровались. И они Богу ставили условия, и, конечно, Бог не выполнил эти условия, потому что они были сделаны неправильно. Там были корыстные цели. И они разочаровались. Вместо того, чтобы увидеть Божью картину, они свою собственную увидели, сказали, как маленькие дети сказали, Бог, я хочу так вот, ты должен так сделать, если ты так не сделаешь, я уйду, я там ножкой топну, и так далее. Иди. И куда ты пойдешь? Куда ты пойдешь? Я хочу спросить. Можно узнать? А адрес, куда ты пойдешь? К другому отцу? Это настолько у тебя было такое умное решение, чтобы уйти от Бога. Тебе не уйти от Бога надо. Тебе к Богу надо идти. С твоими проблемами, с твоими неудачами, с твоими тупиками. Тебе нужно идти к Богу и просто попросить, Бог, открой мои глаза, открой мои глаза. Как Елисей попросил Бога, Бог, открой моему слуге глаза. И когда тот увидел, тот сказал, все, теперь я понял, мы в победе. А то до этого он думал, о, войско нас окружило, мы в поражении. Нет. Войско небесное, огненные колесницы, все на готове сражаться за вас. И вы тут плачете. Поэтому, дорогие братья и сестры, будьте уверены в невидимом. Будьте уверены. Развивайте, поставьте цель. Невидимое, невидимое, невидимое. Дьявол хочет тебя увлечь от невидимого, чтобы туда не пошел. Потому что это самое непонятное в нашей жизни, невидимое. Это то, что разум не понимает, но дух все понимает, дух все принимает. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok